Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Ильхаму Алиев встретил Раджепа Эрдогана в международном аэропорту Физюли. Последние новости. Вот видите фотографию. Раджеп Эрдоган прилетел на самолете в гости к Ильхаму Алиеву на открытие Физюлинского аэропорта. В международном аэропорту Физюли состоялась церемония официальной встречи президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана. Как сообщает репорт главу турецкого государства, встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Физюлинском международном аэропорту, где развивались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Ну и вот теперь фотографии. Посмотрите, вот немного как раз об этой встрече. Вот макет аэропорта. Вот встреча двух лидеров. Вот ленточку. Открывает аэропорт. Ну и вот как раз ключи от аэропорта Физюлин. Сейчас я вам покажу как раз этот момент. Вот. Лидерам Азербайджана и Турции вручили символические ключи от воздушных ворот Карабаха. Вот видите на снимке. Символические ключи от воздушных ворот Карабаха были вручены президенту Ильхам Алиеву и Раджепу Тайпу Эрдогану. Как сообщает репорт, символические ключи главам государств вручил президент ЗАО Азербайджанские авиалинии Джахангир Аскеров. Ну и вот еще последняя новость, что спрашивали Ильхам Алиева, как долго он будет на посту президента, как сказать, Азербайджана. Я воспользуюсь правом вето. Алиев против звания вечный президент Азербайджана. Вот видите на снимке. Сейчас я вам зачитаю. Я воспользуюсь своим правом вето. У меня есть такое право. Большое спасибо. Благодарю. Спасибо. Я признателен за эти искренние слова. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с общественностью в Губалинском районе в ответ на предложение отца национального героя шахида Шукюра Гамидова, Наримана Гамидова, присвоить ему звание вечного президента Азербайджана парламентом. Для меня самая большая награда – это то, что вы находитесь здесь. Радость и гордость в глазах бывших переселенцев. «Самая большая награда для меня. Я говорил, что неоднократно встречался с вынужденными переселенцами», – ответил глава государства. В общем, Ильхам Алиев ответил, что «Я воспользуюсь правом вето». Вот такие новости. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.